Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихон Челапкин. О молитве. Питание и отдых необходимы человеку для поддержания его физической жизни. Знания, искусство и вообще культура обогащают душевные качества человека. Молитва же раскрывает в человеке духовную, высшую сторону его существа. Бог любит свое творение, любит каждого из нас. Он есть нас, наш Небесный Отец. Как детям свойственно желание видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам должна быть свойственной радость беседовать с Богом и духовно общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с Богом называется молитвой. Душа, соединяясь в молитве с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников. По словам святого Иоанна Кронштадтского, молитва есть золотая связь человека-христианина, странника и пришельца на земле с миром духовным, коего он член, и паче всего с Богом, источником жизни. Молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговения, крестным знамением, коленопреклонением, поклонами и другими знаками богопочитания. Но молитва может быть возносима без слов и других внешних проявлений. В молитве христианин изливает пред Богом всю свою душу, прославляет Бога за его высочайшее совершенство, благодарит за милости, благодеяние и просит о своих нуждах. Слава словия – самый совершенный и бескорыстный вид молитвы. Молитва к Отцу Небесному, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава в веке. Аминь. Молитва Иисусова, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня для нас, грешного. Молитва Духу Святому, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, который находится везде и все собой наполняет, сокровище всякого блага и жизни, податель. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благою души наши. К Троице. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святой, посети истеренемыще наши имени Твоего ради. Молитва Ефрема Сирина читается во все время всего Великого Поста с понедельника по пятницу. Все молитвы здесь на русском языке в храме же читаемы на церковно-славянском языке. Господи и Владыка моей жизни, не дай мне духа праздности, уныния, начальствования и празднословия. Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Так, Господи, Царь мой, дай мне узреть мои прегрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. В молитве за умерших говорится «Подай, Господи, оставление грехов всем, прежде отшедшим в вере и надежде на воскресение, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память». И хотя нет в Библии ни одного прямого указания на молитву за умершего неверующего, за умершего без покаяния, но безбожно извратив церковные постановления и не веря, написанную в Библии, корыстолюбивые священники и сверные прихожане приучились за деньги и всем петь вечную память и со святыми в покое. Книга Сирахова, 7.36. «Милость даяния добудет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости». Вторая книга Маковейская, 12 глава, 43 по 45 стихи. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении, ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, какая святая и благочестивая мысль. Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. В обычной жизни обман легко доказать, но как можно убедить всех, кто отпевает своих дорогих родственников, что их желание провести в Царство Небесное безбожника, есть лишь еще один тяжкий обман себя и попытка обмануть Бога. О, если бы открылись наши глаза на то, что совершается в Церкви, когда священник кодит дымом кодильным, какие демоны поют у гробов, какие зловония незримо расплываются здесь. Вот что видят святые при всех отпеваниях атеистов и умершие без причастия, без примирения с Богом через принятие жертвы Христовой. Цитата. Однажды, ходя по городу, святой Андрей увидал, что навстречу ему несут покойника. Умерший был очень богатый человек, и за гробом его шло великое множество народа со свечами и кодильницами. Церковнослужители пели обычные погребальные песнопения, а родные и близкие покойника плакали и рыдали. Видя своими прозорливыми очами, что делалось с тем мертвецом, святой остановился и стал смотреть. И вот, впав на долгое время в совершенное бесчувствие, он увидел духовными очами множество эфиопов, шедших за гробом и громко кричавших. Горе ему! Горе ему! Мертвец был для них предметом о радости и веселье. Некоторые из бесов, окружая мертвеца, храпили его смрадной водой. Иные летали по воздуху около одра, на котором лежал мертвец. От трупа же умершего грешника исходил удушливый смрад. Идя следом за мертвым, бесы рукоплескали и производили ужасный топот ногами, ругаясь над поющими и говоря, «Пусть Бог не даст никому из вас увидеть свет, жалкие христиане, ибо вы воспеваете над псом со святыми упокой души его, и при этом называете его, причастного всякому злу, рабом Божьим». Заглянув вторично, Андрей увидел, что один из бесовских князей с пламенным взором пошел к огробу того отверженного, со смолой и серой, чтобы сжечь его тело. Жития святого Андрея Еродивого. Память 2 октября. Страница 47. Сегодня же по воле московской патриархии отпевают, называя рабами Божьими, всех преступников и людоедов, начиная со Сталина и генеральных рабов греха Леонида, Константина, Юрия и их верных подельников. И главная вина за лжеотпевание падает на коростолюбивых священников и архиереев, приговоренных Богом к вечной погибели за замену Божьих заповедей вымыслами человеческими. Третий том настольной книги священнослужителей, страница 601. Псалмопевец же Давид хвалился пред Богом. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю» Псалом 118-113 стих. «Наша православная церковь разрешает молиться только за живых еретиков и неверующих, и притом только об их обращении к вере православной, не о их упокоении в Царстве Божьем». Святой Григорий Богослов, слыша от Бога, «никогда же не молиться о нечестивых» Синоксхарии в субботу месопустную, в триоды постной. «Если кто без покаяния умрет, неверный в жизни, быв врагом Божиим, такому нет помощи после смерти, как и Давид пишет, ибо в смерти нет поветования о тебе. Во аде кто исповедуется?» Иоанн Златоуст в субботу пятикосную о том, чтобы не плакать о умерших. «Если бы священники боялись Бога и заботились о спасении доверившихся им слепцов духовных, они бы знали, что недостойное бездолжного приготовления причащения несет человеку болезнь и смерть телесную и духовную». «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен он будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». 1 Коринфянам, 11 глава, с 27 по 31 стихи. В житии Макария Александрийского, память 19 января, страница 643, говорится. «Сей же преподобный Макарий рассказывал, дивное и ужасное, а именно, что в то время, когда братья приступали к божественным тайнам, Некоторым из братьев и фиопы влагали горящие угли, а преподаваемое иерейскую рукою тело Христова возвращалось обратно в алтарь. От тех же, кто были достойны святого причащения, бесы отбегали далеко. Между тем, около алтаря с аереем стоял ангел Господень и вместе с иерейскую простирал свою руку для раздаяния божественных тайн. В первоапостольской церкви был в церкви не вавилон смешение верующих и неверующих, но, цитата, «из посторонних же никто не смел приступать к ним». Книга Деяния, 5 глава, 13 стих. Настоящий врач-пастырь, заботящийся не об угождении приходящим, а о их спасении, как Иоанн Златоуст, предпочитает лучше тело свое отдать на съедение псам, чем тело Христова, недостойно причащающимся. В описании жития святого Пафнутия Боровского, 1 мая, все числа по старому стилю, страница 56, говорится. Духовные дети преподобного почитали его и боялись. Князь Георгий рассказывал, что когда он шел на исповедь к преподобному, у него колени подбегались. Пафнутий был милостив и снисходителен, но подчас бывал суров и гневен. Так учит спасаться нас Святой Евангелие, когда мы истинно молимся, всею душою любя нашего сладчайшего Иисуса. Безбожника не должно вписывать в гиптихи и поминальники. Безбожником является не только неверующий, но и отступник бывший крещенок. Согласно анафему патриарха Тихона, находятся под клятвую все, сотрудничающие с советской властью, с врагами дела Божия, все сексоты-стукачи. Священник же должен каждое имя в поминальнике знать, как живого человека, достоверно кто он. Ибо даже за живого человека, не кающегося в своих грехах, запрещено молиться. Цитата. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, боя не услышу тебя. Прок Иеремия 7.16 Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышал, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Иеремия 11.14 Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал. Да не воспламеняется Господи гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силою великую и рукою крепкую. Книга Исход, 32 глава, 11 стих. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. 1 Иоанна 5.16 И никакие ходатайи не помогут, пусть священники не обольщают народ, что Бог милостив, и принимает их молитву. Как говорит святой Иоанн Златоуст, о милости Божией мы не знаем ничего, кроме того, что написано в Библии. Цитата. И сказал мне Господь, хотя бы пред лице мое предстали Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Прок Иеремия, 15 глава, 1 стих. Если человек согрешит против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Бога, то кто будет ходатаем о нем? 1 Царств, 2 глава, 25 стих. Согрешают против Бога не только явные хулители, но и отвергающие, нарушающие Святое Слово Божией Библию. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Книга притчей, 28 глава, 9 стих. Допуская до причастия всех без рассуждения, священники губят причащающихся, нарушая принцип отделенности Церкви от мира, и делают свою и молитву народа мерзостью. Молитва бывает в грех, когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Псалом, 108, 7. Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа. Сирахов, 28, 4, 39, 6, 18, 23, 21. Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать чей-то дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего. Премудрость Соломона, 8, 21. Молитвы за самоубийц нет, исключение делается только для того несчастного, кто в момент тот был не в своем уме. Тимофею, 14, 2. Как образец всесторонней молитвы, изо всех и по всем случаям указан в Третьей книге Езды, 7 главе, Амбрюссельское издание. Нераскаянных грешников Бог не слушает. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Евангелие от Иоанна, 9, 31. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Плач Ереме, 3, 8, 44. Высшая молитва, славословие, низшее, прошение. Исайя, 6 глава. Говоря, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который и хи, и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. Книга Откровения, 11 глава, 17 стих. Крыльями молитвы являются пост и милостыня. Деяние, 10 глава. Темная бесовская сила трепещет перед молитвой и постом. Сей же рот изгоняется только молитвой и постом. Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. Молитва да будет непрестанной. Бодрствуйте в молитвах. 1 Петра, 47. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Лука, 2 глава, 37 стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Книга Деяний, 6, 4. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. 1 Тимофею, 2 глава, 1, 5 стих. Необходимо, чтобы мы молились не только заученными, заранее написанными молитвами, но и, цитата, «свои желания открывали пред Богом». Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. «На молитве христиане по возможности ставили лицом к Востоку». Лука 1, 7, 8. У Василия Великого 91 правило. Как желание вернуться в потерянный на востоке рай. Христос всю ночь пребывал в молитве. Лука 6.12. Как принято доселе во многих монастырях с неусыпающей псалтирью. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колосинам 4.2. Входящие на богослужение в церковь да не выходят до конца. Цитата. Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как бесчиня в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного. Апостольское правило 9. Апостольское правило 9. Антихийский собор 2.2. Апостол Павел настаивает, чтобы на молитве в мужи воздевали руки без гнева и сомнения. 1 Тимофею 2.8. Историки церковно утверждают, согласно записанному церковному преданию, что одни апостольские христиане совершали крестное знамение правой рукой. Василия правило 91. Первые христиане слагали отдельно 4 перста и простертым одним перстом творили крестное знамение, запечатлевая свое тело и все вокруг себя. В римском пантеоне тогда насчитывалось около 500 идолов-богов. За это Иоанн Златоуст насмехаясь, замечает, что хотя по названию было много богов, а в действительности не было ни одного бога. И поднимая один перст, христиане утверждали веру в единого Господа Бога Вседержителя, Творца неба и земли. Когда же возникла ересь Ария, посигнувшего на учение Святой Троицы, крестное знамение совершать стали тремя перстами, как ныне молятся в большинстве православных христиане. Смотри, жития епископа Милетий. С возникновением ереси монофизитов и монофилитов, утверждавших, что во Христе только одна природа божеская или человеческая, и одна воля, православное создание утвердило учение о двух естествах и двух волях. Победа в Духе отразилась на форме сложения перстов при крестном знамении. Стали касаться членов тела, лба, чрева, правого и левого плеча двумя перстами, простертыми вперед, указательного и среднего, пригнутого до уровня указательного, означающих Божество и Землю, два естества во Христе. При крещении Руси и было принято двоеперстие, в то время бывшее на большей части Греции. В дальнейшем из двух бывших в XVII веке форм сложения перстов в большинстве оказались слагающие троеперстие, что и принял в реформе патриарх Никол на Руси в XVII веке, бессрассудно предав клятве святое двоеперстие. Правда, позже, в 1971 году, клятвы на старые обряды были сняты, признав, что оба обряда раноспасительны. Крестное знамение нужно совершаться истово, чтобы тело чувствовало твердое прикосновение сложенных перстов. «Крест начертывать четко, прямо, ибо небрежного махания руки бесы радуются», — говорит Иоанн Златоуст. «Интересно, что на форму служения перстов не указывает ни одно каноническое правило, ни один Святой Отец во времена соборов. Почему? Продолжение следует».